Хоба, привет, с вами доктор Влад. Мне что-то сегодня тошнит от новостей. Ну ладно. Погода, ну у нас есть какая-то погода. Да, обязательно. Никогда так не было, чтобы никакой не было погоды. Канада ввела санкции в отношении патриарха Кирилла и Захаровой. У меня такое ощущение, что они их награждают вот этими санкциями. Они теперь будут ходить, но скверху, а вот у нас санкции от Канады. А так их это никак не касается. Палидент Украины Зеленский заявил, что США делают недостаточно для поддержки Киева. Я с ним согласен. Больше болтовни. Генерал США Бергер назвал ключевые цели для удара в случае войны с Китаем. Вы сначала одно закончите, а потом другим занимаетесь. В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. Ну, теперь будут всех казнить. Так. Экс-премьер Японии Синдзо Абе умер после покушения. Ребята, на него покушение было. Так. И он умер в больнице университета Нара. Ему было 67 лет. Нападение на Абе произошло около 11.30 по местному времени во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в 10 метров. Он получил ранение в шею и область груди. Ну да, злоумышленнику присвоено внеочередное звание полковника ГБ. Бывший президент Анголы умер в Испании. А там кому санитаром присвоили внеочередное звание? Где какая гадость, ребята? Там Путин. Имейте в виду. Так. Двое солдат Бундесфера похитили оружие и планировали взорвать Крымский мост. Не получилось. Арестовали. Песков объяснил слова Путина о не начинавшей ничего всерьез России. Так. Песков объяснил, что президент говорил о том, насколько велик потенциал России. Будут старые пули выковыривать из трупов. И опять им не стрелять. Под лодку Белгород передали ВМФ России. Крупнейшую в мире подводную лодку Белгород. Так. Ну вот так хорошо. В северодвинске она стоит. А нос у нее в Владивостоке. А хвост в северодвинске. Крупнейший. Байден отправил в отставку главу секретной службы США. Еще не хватало. Не знаю, что там было. Росатом запустит сборочное производство литий-ионных батарей. Это где? Где? Не говорят. Откуда бежать-то? В Москве. Давайте, начинайте. Начинайте. Прямо сегодня. Все. И Москва сгорит к хренам. Так, картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов сети вкусная точка. Да никогда не будет. Ребята, я одно время этим занимался. Я работал в фирме, которая занималась поставками вот этого картофеля фри. То есть, не самого фри, а картошек. Так вот, их нужно не просто так вот обычную картошку собираешь и все. Нет. Именно семенной картофель. Потому что вот в этих Макдональдсах там такие аппараты, они работают только с определенным размером. Плюс-минус там 5 миллиметров что ли. Вот. А просто так картошка растет, ну разная, большая и маленькая. Только из семенного картофеля. Ну ладно, это чтобы вы знали. Врач Колбасников, нет, Мясников заявил, что лекарства от язвы, от язвы желудка могут привести к дефициту магния. Ну, одно лечим, другое калечим. Путин распорядился начать переговоры с Киргизией о создании объединенной системы ПВО. Ну, то есть будут взлетать из Киргизии, а падать в России. Да, вот эти ПВО-шные ракеты. Совфет принял законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за сброс мусора из автомобилей. Ну, то есть вот покурил сигарету, выбросил бычок. 200 тысяч рублей. Поняли, да? После смерти упавшего с велосипеда 9-летнего россиянина, Ну, написали бы мальчика, обязательно россиянина. Начали проверять медиков. Поздно приехали. Приехали через неделю, что ли? Ну, как-то так. Подстанция скорой помощи в Кременкуле. Я не знаю, где такое Кременкул. Ну, в общем, там поздно приехали. Он уже умер 4 раза. Российский косметолог рассказал о вреде умывания холодной водой. Ну, конечно, надо умываться тёплой мочой. Какой разговор? ФСБ рассказал о подробности дела про ректора РТА по продаже наркотиков. Ну, в общем, там целый рынок сбыта. Так, со служебного компьютера закупал наркотики, управлял 5 интернет-магазинами по продаже наркотиков. Я говорю, тошнит меня от новостей. Певец Шура сильно похудел. Из-за онкологического заболевания певец ранее набрал вес. А сейчас похудел. Так, в Москве задумали посвятить Юрию Шатунову и Жанне Фриске аллею славы. Ну, хорошо, ладно. Так, Бузова рассказала о стоимости ремонта в своей квартире в Москве. Она даже уже юбку не сдирает, рассказывает про ремонт. Уже вот всё. Так, на трассе М5 в Рязани произошёл пожар в ТЦ «Победа». Торговый центр. Да, загорелся. Ну, хорошо. Пускай горит. В Ярославле на кресло депутата муниципалитета выдвинулась секс-работница. В её программе легализация проституции. В Ярославле. Как можно это комментировать вообще? Школьница из Челнов обнаружила дома мёртвого отца. Труп мужчины обнаружили в мешке из-под сахара в Новосибирской области. В убийстве подозревают экс-супругу. Житель Саранска убил мать и похоронил в огороде. Так, двух гадалок из Твери отправили в колонию за снятие порчи. Раз они гадалки, они бы могли предусмотреть, что их отправят-то, нет? Так, в Карелии группа хулиганов жестоко расправилась с мужчиной. Ну, так. В Ярославле откроют ещё два ресторана «Вкусная иточка». Ну, открывайте. И заодно там публичный дом при этом ресторане. Так, публичную комнату. Зачем вы начали войну? Первое, что услышал дебильно улыбающийся Лавров на встрече глав большой двадцатки в Бали. Да, вот так. Главы МИД большой двадцатки отказались фотографироваться с Лавровым. Буквально стоять рядом с ним не захотели. Вот это успех российской дипломатии. Ну и что? Ему-то наплевать. Всем наплевать. Они считают, что они что-то такое сделали. Россиянам для нормальной жизни нужно брать под контроль не Украину, а Кремль. Ага. Алена Попова рассуждает. Российские кондитеры начали выковыривать изюм из старых булок и вставлять его в новые. Ну так. Заодно и тараканов. Там тараканов полно нужно. Как это булочки без тараканов? Инфантилизм окружающих просто ставит мозг в тупик. Они реально верят, что все наладится и что все будет как прежде, как до 24 февраля. И никто даже не чувствует падение гражданского общества в выгребную яму прошлого. Ну. Из-за жесткой позиции участников Большой двадцатки в отношении России участие Лаврова в конференции оказалось сорванным. И он досрочно покидает встречу. Ну. Черт бы с ним. Пойдет к себе в стойло. Так. Кандидатура Бориса Джонсона, ну этого британца, да, рассматривается в качестве нового генсека НАТО. Выбор назначен на осень, когда Джонсон идет в отставку с поста премьер-министра. Посмотрим. Вот интересный комментарий. Я бы особо не радовался раньше времени. Спецоперация Кремля по лишению его власти прошла успешно. Теперь будет очередная спецоперация. Пока у Кремля есть хоть один миллиард свободных долларов, которые можно потратить на Западе, а есть еще крипта, я бы не был столь оптимистичен. Ну да. Внезапное, вот интересно, Андрей Иларионов пишет. Внезапное превращение россиян в агрессивных и кровожадных скотов, пожалуй, самое большое мое потрясение во всей этой истории. Это Андрей Иларионов. Ребята, я сразу написал комментарий, даже не задумывался. Они всегда такими и были. Просто тут почувствовали кровищу. Да. Опа, еще кто-то написал вслед за мной. Так, видать, Иларионов мало интересовался историей собственного народа. Никакого превращения, в кавычках, не было. Россияне всегда были кровожадными скотами, и тому есть множество свидетельств. Вот еще тут кто-то пишет, училка, она себя называет. В тихом доне Шолоховой уже скоты. Во время войн в Азии уже скоты. В воспоминаниях о войне Николая Никулина уже скоты. Боюсь представить, как будет лететь ракета с чипом, который выковырили из фалоимитатора. Ух ты, ну я подписал. Толчками, как еще. Импланты нам больше не поставляют, но есть выход. Можно их выковыривать из старых женщин. Моя бабушка всю жизнь прожила с туалетом на улице, с печным отоплением, без пенсии, так как не брали в колхоз. У моей, кстати, бабушки была пенсия 7 рублей. Новыми. Так. Так как не брали в колхоз, вырастила одна 8 детей, муж погиб на фронте. И до слез жалела несчастную Анжелу Дэвис и Луиса Кроволана. Ребят, а вот так нас и воспитывали. Я не удивляюсь. Моя бабушка пишет, молодая какая-то. Ну вот я дедушка, да. Так. В части ресторанов вкусная точка, временно не будет картофеля фри и картофеля по-деревенски. Потому что, а вот это объяснение, почему, потому что 21 год в России стал неурожайным, а импорт с других рынков в нынешних условиях невозможен. Без картошки и точка. Моин сыновьям уже 16 и 13, и никто до сих пор не заработал ни рубля, а 10-летняя дочь губернатора Рязанской области заработала 10 миллионов за год. Что не так с моими детьми? Как трудно одному воспитывать дочь, которую родила теща. Ух ты, вот это правильно. Сегодня они выковыривают чипы из старых банковских карточек, а уже завтра пломбы из старых зубов. Ну, точно так и есть, ребята. Кремль посоветовал россиянам вместо диванов и кровати в Икеа присматривать себе шконки. Ну, чтобы вы знали, шконка – это тюремная кровать. Помню, как в детстве гопнику с района, который кошмарил тех, кто слабее, дали по башке, так он потом заявлял, что дрался в полсилы. Что-то это напоминает. Ребята, это однозначно, да. Монголия наладила выпуск недорогих электрических внедорожников за 7300 долларов, запас хода 305 километров. Монголия. Так, и последнее. Глава МИД ФРГ Анна Лена Бербок обвинила Сергея Лаврова в уклонении от диалога. После того, как он произнес речь и покинул зал заседания Большой Двадцатки. Это показывает, что правительство России ни на миллиметр не продвинулось к готовности вести диалог, заявила Бербок. Я здесь комментарий написал. Это Анна Лена ее зовут. Так вот я написал комментарий, что Анна наконец догадалась, а Лена еще размышляет, стоит ли Рашке валить по-серьезному. Как-то все это странно, ребята. Ну ладно, пока. До завтра, до встречи. С вами доктор Влад.